Вот такое чувство, что человек в этом горе, он уже потерял способность плакать. Он просто замер, он просто обуглился, как вот весь город. Война пришла в мою жизнь, когда я была на работе. И в 5.30 в роддоме раздались очень сильные выстрелы. На тот момент непонятно было, что происходит. Посыпались стекла. Уже в следующую смену, 2 марта, я пришла на работу, и больше нас никто не сменил. В полуподвальном помещении организовали такой родзал, операционную, передродовую. У нас не было, конечно, света, нам нечем было стилизовать инструменты, но мы их просто обжигали. У нас был большой баллон со спиртом. Самой главной задачей у нас было согревать новорожденных, потому что было очень холодно. Когда мы поняли, что у нас нет детского питания, а женщины приходили и рожали, и молочко у них появлялось на вторые, на третьи сутки, и вот этот период, когда еще молочко не приходило, их нужно было малышей кормить. Вот. Но кормить было нечего. Эти женщины, которые имели молоко, и у которых детки были постарше, они кормили этих новорожденных детей. Вот. Они просто кормили чужих детей. Ну, наверное, чужих детей не бывает. И этих 27 детей в подвале, это, знаете, это так здорово. Это превосходство жизни над смертью. Эти дети, по большому счету, спасали нас. Понимаете? Они давали нам надежду. Они давали нам мотивацию. После авиаудара каким-то тоже, не знаю, образом к нам в военные на носилках привезли две тяжелых женщины. Меня звали Вика. У нее было очень много осколочных родений в ноги, в руки, и была вроде бы как небольшая рана на животе. Вика начала терять сознание, пульс, давление падало. И вот тогда первый раз в этих условиях мы сделали кесарево сечение. На этапе зашивания закончился соляр, закончился свет. Мы уже зашивали под телефонными фонариками. Ей было 37 лет. Это была первая беременность. Она была очень желанная. Она эту беременность ждала всю жизнь. Она лечилась от первичного бесплодия. Потом, когда она смогла забеременеть, она лежала все 9 месяцев, чтобы сохранить. На этом сохранении она чуть не погибла. И застрелили ее еще не родившего малыша. Уже на следующий день после обеда я подошла к ней и спросила. Я спросила Вика, ты родила мальчика, весит он 3700. Ты хотела бы на него посмотреть? Он мертв. Она говорит, я знаю, я поняла это. Я поняла это сразу. Она говорит совершенно спокойно. Вот такое чувство, что человек в этом горе, он уже потерял способность плакать. Он просто замер, он просто обуглился, как весь город. Она мне говорит, Татьяна Ивановна, вы знаете, я об этом думаю уже очень долгое время. Я думаю о том, что если я посмотрю на этого ребенка, я просто сойду с ума. А если я его не посмотрю на него, я буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Ну давайте так. Вы поднесите его мне быстренько. Я на него посмотрю, но трогать руками не буду. Хорошо? Я принесла этого ребенка. Она посмотрела на него. Потом она взяла его за ручку и сказала, ой, какие пальчики. Она повернула его голову и сказала, ой, да он же похож на моего мужа. Она подержала его в руках, наверное, минут пять. А потом отдала. Вот. Она держалась, она все время держалась. Уже когда потом пришла эта пресса российская, которая совершенно не спрашивала, которая бесцеремонно ходила с автоматами, брали интервью. Она сорвалась. Она сорвалась. У нее был очень сильный срыв, истерика. Мы очень долго ее приводили в спокойное состояние. У нее был очень сильный срыв. Как-то вот эта боль, это горе, этот страх. Он еще не ушел. Я здесь, вот я здесь. Но вот память, она выдает, она все время выдает. Вот гуляешь по красивому солнечному львову. Видишь этих маленьких малышей, их мамы, их они держат за ручки, катят в коляске. Ты смотришь на них, а сердце рвется от боли, от отчаяния, понимая о том, что там, в Мариуполе, многие детки остались лежать в таких же колясочках под завалами, которые спят вечным сном. Продолжение следует...